Объединились для доброго дела. Два предпринимателя Камчатки Рашид Шамаян и Юлия Агольцова помогли ветерану из Симферополя накануне Дня Победы. 94-летний участник боевых действий Александр Данилович Маркевич решил отметить праздник Великой Победы на Камчатке, в месте, где он всегда мечтал побывать. Но так получилось, что на полуострове его никто не ждал, так как Совет ветеранов Симферополя не предупредил о приезде Александра Даниловича ни нашей ветеранской организации, ни правительства региона. Прямо из аэропорта ветеран вместе со своим сопровождающим поехал в Камчатский краевой совет ветеранов войны и труда с просьбой помочь с размещением в городе. Там обратились к председателю Камчатского регионального отделения деловой России, воину-афганцу Рашиду Шамаяну. Проблему удалось решить, когда к делу подключился генеральный директор гостиницы Авача Юлия Агольцова. Ветерана и его сопровождающего приняли в гостинице как почетных гостей. В 94 года и бегает, я на лифт его спускаю, он говорит, вы знаете, мы с женой всегда на санаториях ходим только по лестницам, по ступенькам, чтобы дольше жить. И поэтому очень крепенький такой молодец. И в 94 года лететь с Симферополя через Москву на Камчатку это многого стоит, поэтому впечатление просто очень хорошее. Кто чем богат, тем помогает, правда, тем рад. Поэтому то, что я попросил и поселили, и мы вместе сделали такую красивую, хорошую акцию, ну, наверное, это говорит о нормальном взаимодействии бизнеса вообще на Камчатке. У нас очень хорошее взаимодействие, и мы друг друга практически все знаем, и мы стараемся помочь друг другу. И это облегчает нам жизнь и в бизнесе, и, наверное, в биту. Ко мне обратился Рашид Ферроевич, и что есть такой почетный гость. И, конечно же, мы не могли отказать в этом. Расстелили в нашем отеле. В прошлом году мы тоже расстеляли. Поэтому с радостью идем на такие вот мероприятия. Должны показывать пример и молодежи, что вообще осталось, насколько я знаю, 29 ветеранов. Да, поэтому, конечно же, с радостью окликнулись. Благодаря быстрому взаимодействию камчатского предпринимательства у Александра Даниловича и его сопровождающего Сергея остались только положительные эмоции от путешествия на Камчатку. Вот он захотел, говорит, поехали, потому что все-таки ему уже 94 года. И говорит, хочу поездить, пока есть возможность. Люди доброжелательные, общительные. Даже вот в автобусе мы едем, я с ним там о чем-то говорю, а где выходить, а к нам обращаются. А вы что ищете, как вам подсказать? То есть люди сами даже говорят, вот обращайся без проблем. Не сидят себе молча, не смотреть. А здесь довстретили очень гостеприимно. Хотя мы приехали, как говорится, снег на голову, но гостеприимству нет предела, так сказать. Очень вам благодарен всем камчатским людям, которые здесь проживают. Добавим, что нашим гостям организовали культурно-экскурсионную программу. Они побывали на Параде Победы в центре Петропавловска, на океане, горячих источниках и в Малках. Параде Победы в центре Параде Победы в центре Петропавловска, на океане, горячих источниках и в центре Петропавловска.